Ребят, привет всем огромный! Продолжаем с вами делать свои обзоры на постоянной основе. Ну шо, угодила Таня Таллин, я думаю, уже вы все это поняли, со своим подарком, с этими бабочками. А Дамян гоняет их уже третье видео. Три дня чувак ловит этих бабочек, вон и полудохли, по квартире летают, то там упаде, то там сяде, воно бедное кричить криком руками Маше, а Кокочка весь испереживался бабочек ловлять. А чим беше дитятку заниматься? Ребята, осталось тільки ловить бабочек. Одну севка прихлопнув, выкинув с балкона, крылья в ней уже поломались, посыпались весь подоконник в цей лабуде, в цих бабочках. Другая бабочка на сковородку присела, пила поджарилась, я так понимаю, на кулинарный канал готовил пирог свой, воно прям на ту еду приземлилась, усики поскручивались у ней, тоже выкинув к чертовой матери через балкон. Ну и третья, летает, летает, куда ее присобачить, эту бабочку, Томас ловит, в квартире переполох, угодила Таня Таллин. Ты вообще Таня, чи ты Сирожа? Там люди пишут, что ты Сирожа. Ребят, я не настолько внимательна, потому что для меня это вообще не важно, но зрителей не проведешь. Когда Севка там что-то показывал, пишут зрители сейчас в комментах, что на экране телефона, смс-ки, было написано, Сережа пишет, или Сергей пишет, и демонстрация от Тани Таллин сообщения. Может быть, и Сирожа, может быть, и Василь. Я не знаю, народ, но поступок абсолютно глупый. И надеюсь, что куколки, которые обожают вот эту звезду Адамяна, сделают свои какие-то выводы. Прекратите, прекратите, чокнутые бабы, заниматься херней, тратить сумасшедшие деньги и приносить человеку дискомфорт. Три дня, не зная, что с ними делать с этими бабочками. Угодила так угодила. Девочки, новый сюжет, вы думаете, буду? Ни хрена вы не вгадали. Опять и снова планетно. Севка, надо что-то думать, честно. Что-то в Мэрае каналы. Все мне что-то пишут в комментариях, Анжел, вообще неинтересно. Мы к тебе приходим послушать. Ты более интересно расскажешь, чем оригинал посмотреть у Сявка. И Сявка, это, кстати, очень тревожные звоночки. Ну а что ты показываешь? Надькиныма. А Надькиныма, заняться тебе нечем. Ну вот это мамка на планетной. Все. Что ты еще показываешь? Я кокочка барахло свое раскидал по квартире, да? А потом показываешь, я колька тебя критикует, что ты свое барахло поразбрасывал по квартире. Ой, интересно. Ну на пару раз контента такого запилить хватит. Что дальше, Адамян? Вот тут уже, дорогачки. Ребята, ну-ка быстро все соберитесь. Сейчас будем решать грандиозную проблему. Ну, я серьезно. Абсолютно. Нет. Ця проблема не надо ни эрочке, дочке, ни внучкам, никому не надо. Главное, сообщить зрителям. Зрители должны все знать. Ребята, запор. Ужас. Запор подкрался незаметно. Как не срачка, то пердячка. Понимаете? Ой, ци кистки ужас, девочки. Я не понимаю вообще. Ну, шо касается Адамянов, уже никто даже не возмущается. Написала там одна какая-то девочка в комментах. Я ржала очень долго. У мамки запор на шои тислобительный, написала зрительница. Везите ей на игрень. Там у мамки открываются все чакры. И фонтан просто брыжет по всем стедам и за куточкам. Это действительно так. Три дня не могу сходить в туалет. И самое главное, про это же надо объявить, чтобы мы с вами были в курсе. Бо я спать не смогу, если бы не знала про Баби Танин запор. И позивы есть. И подходим воно подходим. Ребята, я даже не знаю, как это рассказывать. И ничего не получается. И так болеть у меня уже все сзади. И сидеть не могу. И дрить твою налево. Вы когда родились, вы сколько лет живете на Белом свете. Ну то, что там куча слабительных есть. Ну вот этот безвредный дюфалак. Рекламы! Миллион по телевизору показывают постоянно. Его можно пожизненно принимать, без привыкания, без каких-то воздействий на организм. Ну, дороговато. Но для севки это, конечно, ничего не стоит. Пейте себе на здоровье и ходите себе в туалет и будьте здоровы. Во-первых, возраст. Во-вторых, правду там написали в комментах, сколько лет этой бабе Тане. Она ж не двигается, девочки. Ну, она ж ничего не делает. Спит, валяется на кровати. Ну, 20 минут закинула там якусь рыбу мясо в духовку. На этом все закончилось. Нигде не ходит, не гуляет, зарядки не делает, а нужно движение. Движение. Не хочет лениться. Ну, вот, пожалуйста, рацион какой у нее. Мясо с мясом. Та пожирнейшая, мама, ешь мясо. И желательно утром ведро и тазик в вечере. Она так и делает. Ну, так, конечно. Даже самый здоровый, молодой человек, да даже спортсмен. Девочки, если жрать в таком количестве мяса, никакие листики, салатики не помогут. Жирное и мясо. И больше ничего нельзя. А нет. Он, мамка, секрет рассказала. Сулугуни, сыр, жире и яйца вареник. Кожного дня по 4 штуки себе варят. Вы же бачили, как вона их варит? Вони маленькие. Ти яйца геть маленькие. Ну, шо вони, як 2 яйца. Які вони маленькі? Я вже сто раз сказала. Обычні курячі яйца. Які вони маленькі? А скільки надо? Ну, десяток звари та сточити яйца, щоб тобі мало не було. Ребят, в одно горло просто ведро м'яса, 4 яйца, сулугуни еще закидала в жертву это свое, в горлянку. От вам и результат. Запору наивидите ли? Сообщили на весь Ютуб. лечить, давайте советы. Вон, спитай у своих там в Ютубе, каже баба Таня. Ну, правильно. Так, то матюкаете зрителей, последними словами обзываете, ореш до хрипоты. А як вдруг щось случилось, то спитаю у зрителей, може щось напишу. Всю жизнь человек прожил, не знает, що делать. Как от запора избавиться, человек не в курсі вообще. Замерзла. Холодно, щось замерзла, синя. Каже, Сєвка, труситься сидеть, а чого ти трусишся? Каже, де твої пижами тёплі? Де? Тобі дарили кучу. Ой, у мене там 10 штук лежить. Открили ту кладовку. Ось, дивися, от хвастаться, она любит. І одна, і друга, і третя. Я не знаю, ребят, откуда вони беруться. Ну, наверное, люди дарили. Оце Ірочки подарю, оце тёпленька, оце дівчатам подарю, а оце тоже їх там троє, оцей халатик, халатик с кружевами на запах. Я ещё тогда, когда Іра привозила і дарила мамке, я подумала, господи, вона нормальним халатом не пользується, не вміє його носить. Обичний, на пуговичках, на молній. Куда їй на запах? Оце шелка, оце кружева. Хіба вона його буде носить? Це що, для херям і той халат? Іра, наче, с привітом тоже. От вона понимає, в принципі, хто її мама, яка вона, шо їй надо. Абсолютно ни черта про чоловіка не понимає. Хоча, родной чоловік, ребят, родная кровь, привезла, шоб було, отчиталася, самвелка, видео засняв, Ірочка, мамі, халатику була. тепер мамка все буде Ірочке назад вертати. Ну, правильно, кому оно надо? Розберуться там, ой, я подарю, мені це не треба, каже, давай, вдівай теплі піжаму. Ребят, ну, те теплі, такие яркі, в вырви просто глаз, та сиреневая такая, синяя, ну, красная ще, як красная, ну, я сомневаюсь, що Іра буде таке носить, а уж тем более, та Діанка, не знаю, мне кажется, це не современне, це такий какой-то колхозний вариант, бабуся могла бы носить, зиня подарить, якщо по размеру подойдет, ну, таке, ребята. Ну, Іра с дівчонками точно, мені кажеться, це не для них, у них другой вкус, сейчас абсолютно другая мода, і другие взгляди, все расцветочки приглушені, серо-бело-сливочные, пудровые, в моде, такие-то на, ну, уж точно не вот эта вот цыганщина, ну, цыганщина откровенная, показала одну пижанку, симпатичная, классическая, как мужская сорочка, с коротким рукавом, со штанишками, это да, это нормально, халатик с кружевами, я думаю, Ирине или Діаня, Каренке, неважно кому это зайдет на ура, но, ОЦ, не годится, заставили бабку передиться, будет теперь в пижамке, ребята, засекаем время, и дивимся, сколько шуба будет носить пижаму, вот сегодня надела, может в марте заставлять скинуть, постирать, ну так, до стоячего состояния, мама, я там девочки такая побачила, кто-то из обзорщиков, не знаю на каких каналах, даже если бы помнила и не сказала, я другие каналы не рекламирую, но я на превьюшке у кого-то видела, кто-то выставил бабы Танины пятки, когда она лежит на кровати с голыми ногами, так там болото, стопа в болотяке, народ, там не один день, я не знаю, там пару месяцев она не мыла эти ноги, и это ж полы такие грязнючие, она босиком ходит, она же их не моет те полы, пылесоса нету, говорит, заметаю, что там виником, даже если она и заметает, что там можно пообирать, вы сами прекрасно понимаете, народ, там рипицы в два пальца, и с верху пилюкою притрушены, боже мой, и кижешь, это позор, девочки, и это женщина, бабушка, вы знаете, вот тот факт, что стыдно нам с вами, только зрителям, а дочке, например, мирный стыдно, я Сепке не удивляюсь, ну мужик, он безалаберный, расхлябанный, он даже не обращает на это внимание, он тоже привык так жить, ему по барабану, сам я верю, что он там душ принимает, но на мамашу он не смотрит, и то, что он ее спрашивает, че ты купалась, че ты голову мыла, это же зрителей заслуга, это зрители уже догавкались, а плешь ему просто прогрызли, про эту голову, про купание, про душ, поэтому он спрашивает, какие сахер, и че ты мылася, ребят, а вот вопрос, Ира, тебе, как это все смотреть, она не заходит, она даже не смотрит, а так легче жить, так проще, не знаю, и до свидания, крепче сплю, вот эти внучки тоже, мы с вами уже тоже на эту тему, миллион раз говорили, Диана, ты ж там рассказываешь про меня, как я вас обсуждаю, критикую, все ждешь, что мини бумеранг, який сприлитый, Диана, тебе в первую очередь, он прилетый, кто и бумеранг, вот я тебе слово даю, где ваша совесть, молодые кобылицы, все втроем, и если у той Карины, хоть ребенок есть, она ходит на работу, она занята, занимается детем, то вы две кобылы, здоровые и молодые, и мамка твоя тоже молодая, как же вам не стыдно, на весь YouTube показывают грязнющие, страшные ноги бабушки и матери вашей, любишь ты, не любишь, это твоя кровь, и ты причастна к этой фамилии, к этой семье, это твоя родная бабушка, да твою ж мать, ты мне бумеранга желаешь, так приедь на маршрутке, если сама обрезгуешь, заставь просто ее помыться, я уже не первое видео говорю, кто придет в квартиру и научит душ включать херям, ребята, еще раз, кричу, пока что не охрипла, но скоро уже охрипну, как шупечка, она не моется, потому что, уверяю вас, она не знает, как пользоваться душем, там смеситель, мудреный сильно для ее мозгов, понимаете, нет, она никогда не понимала, как включать воду, чтобы была теплая вода, мы тысячу раз от нее слушали, ой, то кипяток тыче, то геть холодно вода, то я вылезла, то и все, и не помылася, да приедь ты раз за столетие, бессовестная ты, бессовестная ты, кобылица ты, по кафешкам ты бегаешь, тебе не стыдно с мамкой твоей, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, женщины, девочки, женщины, сказать, что она не смотрит мои обзоры, если бы не смотрела, то не знала бы эта Дианка, про что я говорю, да? А значит бы и бумеранга никакого мне не желала, значит смотрит, значит знает все, о чем я говорю, езжай в Днепр до бабки, чула меня, чи нет? Якщо тебе мати не навчила, то я тебе навчу, возьмусь за твое воспитание, бессовестного такого, а? Взяла билет и бегом мотнулась в Днепр, девочки, я шо надеюсь на шось, шо воно там, понимаете, шестеренка якась сработает, хоть у одной заразы, запорожской, хотя я думаю, це все зря. До скорых встреч, я свей обзор закончила, девчатка, а як вы будете ругаться, я почитаю в коментариях, пока всем, пока. Субтитры сделал DimaTorzok